Привет, меня зовут Дмитрий, я тренер по фитнесу и диетолог. Да, мы можем начинать. Или может я легко говорю, потому что я голодный. Я буду дегустировать сельдь в Майси в рамках фестиваля от Джон Дори. Привет, меня зовут Катя, я маркетолог. А мы независимые эксперты. Я прошла отбор и мне предстоит дегустировать предложение от 16 заведений Минска, в котором они будут использовать голландскую сельдь от Джон Дори. Пробуй. Смотри, как сочно. Вау. Ну что, будем пробовать, насколько это вкусно, сочетаемо. Ага, класс, спасибо большое. Наверное, вторая пища колори пошла. Мне точно нужно было хлеба. Ну здесь смотрите, вот и корочка даже, вот такая вот, прям вот и корочка. Груша. Груша, ага. Груша, редиска, свекла. Все, мы уходим, давай груши. Рукола, вот за руколой дели. Очень необычное сочетание и сладкого, и соленого. Скажу так, селедка под шубой, как в новой интерпретации, в разборном виде. Да. Да, да, да. Деревня, природа. У вас свежий. Да. С огород вытасовали. Просто для всех, да, нужно именно идти сюда, англичный чипс. Драник не бельгийская лапля. Необычно. Любитель драника во всех его разных проявлениях. Супер. Вкусно. С тимьяном мне нравится. Знаете, очень порция внушительная такая. Ты бы одна съела целую порцию? Да. На массе. Это изобилие овощей меня радует. Очень сочная. Здесь много лука, но он не сильно такой пряный какой-то. Жизнью вкуснее селедки не ел. Ну, я селедку под шубой не люблю. Но это вкусно. Очень насыщенный вкус. Мы вот этого бутерброда на темном хребе. Очень мягкая, свежая булка. Сюда добавили яблоко. И, наверное, это сушеная ли вишня или плюква. Никогда я еще селедку не ела в таком сочетании. Но это очень интересно. И вот как-то по-домашнему. Селедкой, драникой. И, между прочим, этот сет из тех немногих, которые мы пробовали пока что, он теплый. Здесь даже сельдь теплая внутри. Она... Ну, наверное, подогрелась за счет драни. Да, да. И немножко по-другому раскрывается вкус. Мне очень нравится. Прекрасный сбалансированный вкус. В меру здесь хлеба и соуса. И сельди. Очень вкусно. Оптимально для одного человека. Очень классное сочетание. Ничего лишнего. Бэйгл снаружи очень плотный. Внутри очень мягкий, на самом деле. Он слегка теплый. А сверка холодная. Это круто. Мне кажется, что в этом бургере достаточное количество овощей. Здесь есть и стекла, и весь салат, и морковь. Чувствую также какой-то перец. Есть что-то от них. Бургер отлично подойдет для девушки, для парней. Классный, очень сбалансированный вкус. Ничего лишнего. Мне очень нравится. Очень. Так, начнем. О, булочка мягкая. Булочку сразу могу сказать, сами готовили, по-любому. Она максимально свежая, максимально мягкая. Помидор, рукава, французская горчица. Очень классный, сбалансированный вкус. Мне очень нравится. Очень сложно сказать, что в составе, если ты не видишь этого. То, что здесь есть. Авокадо, нори. Икра, лук. На первый взгляд кажется, что это несочетаемо. Но по вкусу очень мягко, тонко. В принципе, чувствуется каждый вкус. Мне очень нравится. Советую всем попробовать. Яблоко, огурец, сельдерей, совсем немного соуса. Соус с метаной с французской горчицей. Сельдерей, 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 с морковочкой, середочки и запеченные булочки. Между прочим, она такая подрумянинная, как пирожок. Вообще, сельдерей идет. Сельдерей, сельдерей, сельдерей. Ну и сельдерей сейчас. Спасибо большое. Очень интересно. Я вот все это... И единственное, такое, что знаешь, ресторанный вариант. Необычный. Селедку спрятали. Виноградный релиз. Очень необычная подача. Картошка, селедка, грибы и помидор. Вот идеально для гурманов. И сюда, кстати, вот неплохо было бы. И даже бокал вина, я думаю. И соус идет на основе сметаны. Замечательно просто. Вкусный темный хлеб. Селедки немного. Это как раз для тех, кто, наверное, к ней относятся нейтрально. Вкусный сыр. Эпикантность добавляет руккола. Сэндвич, который посветлеет. Это булочка Бао называется. Посмотрим, какая она на вкус. Очень вкусный сэндвич получается. Очень сытный. Я вообще в шоке от такой порции. Кстати, нельзя не отметить, что сэндвич подается на большой тарелке. Украшенный со всех сторон. Мне кажется, очень многим девушкам это понравится. Как я знаю, они любят сначала сфоткать, запилить в инстаграм, а потом уже есть. Второй сэндвич у нас с черным хлебом. Они немножко отличаются друг от друга. Потому что в первой булочке сэндвичи, в первом с булочкой Бао, там яблоко. А здесь у нас соленый огурец. Они немножко отличаются друг от друга. Булка немножко твердоватая. Но я думаю, что это, наверное, так должно быть. Сэндвич сам по себе очень плотный. Смотрим, сколько он есть у камень. Если есть такое желание. Снято! Субтитры сделал DimaTorzok